Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президент Армении встретился с премьером и с президентом национального собрания. Вовлечение Арцаха в переговорный процесс недопустимо. Ильхам Алиев. База турецких вооруженных сил на границе с Ираком подверглась ракетному обстрелу. В селе Гильтепе не хватает учителей. В городе Иван стартует театральный фестиваль. Армянская церковь в трапезоне на грани обрушения. Президент Армении Армен Саркисян, как и обещал, сразу же после прибытия в Армению инициировал встречу с премьер-министром Эра Николом Пашиняном и спикером национального собрания Араба Блояном. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Армения. 9 октября президент Армен Саркисян в своей резиденции встретился с Николом Пашиняном и Арой Блояном. Собеседники обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении и пути разрешения существующих проблем, подчеркнув в данном контексте сохранение стабильности в стране и атмосферу терпимости. Президент Армении поприветствовал переговорный процесс, подчеркнув, что единственным путем разрешения ситуации и проблем является диалог. Армен Саркисян выразил надежду, что общество и политические силы продолжат проявлять благоразумие и трезвость, а также руководствоваться интересами страны, конституцией и законами. Общественность информирована о нынешнем этапе переговоров, связанных с урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров. При этом он заверил, что и попытки армянской страны оказались безрезультатными. Формат переговоров остается неизменным. Эти переговоры проводились, проводятся и должны проводиться между Арменией и Азербайджаном. И это еще раз доказывает две встречи министров иностранных дел двух стран. Произошедшие в последнее время другие события показывают, что формат переговоров остается неизменным. И этот конфликт в скором времени должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права в рамках территориальной целостности нашей страны. «Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и сегодня не является и никогда не будет предметом переговоров. Поэтому мы и впредь останемся на своей принципиальной позиции. Надеюсь, что новое руководство Армении продемонстрирует конструктивность в своей политике. И наши земли в скором времени будут освобождены», — сказал Алиев. Один турецкий военный погиб и четыре человека ранены в результате ракетного обстрела с территории Ирака, контролируемой и запрещенной в Турции рабочей партией Курдистана — РПК. Говорится в заявлении администрации провинции Хакари на юго-востоке Турции. В результате обстрела 9 октября военной базы, расположенной в районном центре Чукурджа нашей провинции двумя ракетами с территории Северного Ирака, один военный погиб. Еще четверо, включая одного гражданского, который находится в тяжелом состоянии, ранены и идет расследование, — говорится в сообщении местных властей. Из-за отсутствия учителей в некоторых деревнях Баязета занятия могут быть приостановлены. В деревне Гюльтепе всего два учителя, сообщает газета Дугу Баязит. Жители говорят, что в деревнях очень мало учителей, поэтому дети не могут получить нормальное образование. Проблема учителей многих старших школ в регионах Арарата еще не решена. Жители жаловались, что не предпринято никаких шагов для решения данной проблемы. Этот район по-прежнему отстает в секторе образования каждый год. Число абитуриентов здесь неуклонно снижается. Они попросили своих должностных лиц выполнить свои обязанности должным образом, но пока бесчетно. Театр Минджели проведет первый фестиваль театра в Ване с лозунгом «Одна мечта, одна игра и свобода». Театр Минджели, созданный в декабре прошлого года с лозунгом «Одна мечта, одна игра и свобода», организует первый театральный фестиваль в Ване. В фестивале откроется пьесой «Адалия Агауглу» «Козик», переведенный на курдский язык. В фестивале примут участие театральные группы из Тигранакерта, Измира, Стамбула и Ирана. Перенас Дальзай отметила, что за короткий период времени было зарегистрировано много участников. Она сообщила, что во время фестиваля будет 8 игр и концертов. Три из 8 игр фестиваль будет на турецком языке, а остальные будут на курдском. Она также придает большое значение участию женщин в постановках. «Для женщин очень приятно играть в театральном представлении», – сказала она. Монастырь Святого Спасителя в Ортагесаре в провинции Трапезона – единственная армянская святыня, находится на грани обрушения. Профессор Исмаил Кайсон, преподаватель кафедры международных отношений Черноморского технического университета, отметил, что в Трапзоне и в округе было около 200 армянских церквей, и ни одна из них не сохранилась, кроме монастыря Святого Спасителя. Около монастыря разбросано много армянских хачкаров. Спаситель был построен в 1424 году Степаном Багдасаром. «Этот монастырь был довольно большим, теперь осталось только одно здание», – сказал он. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Ануш Анурджев» в исполнении хора «Хазарь». «Ануш Анурджев» 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 «Ануш Анурджев»